Жизнь в твоих руках. Жизнь без наркотиков. Самое дорогое, что есть у человека – его жизнь. Ощущение гармонии с окружающим миром делает его счастливым. Солнечные лучи, пронизывающие молодую весеннюю листву, плеск волн на морском побережье, скрип снега под ногами на улице тихим зимним утром, улыбка друга, счастливое лицо близкого человека. Моменты счастья для каждого свои, особенные. Но для кого-то это употребление наркотиков. И употребление наркотиков вызывает свои разные симптомы, в числе которых абстиненция, вызываемая резким прекращением их употребления. Наркоман нарушает свое единение с миром. Счастье для него одно – достать дозу. Границы его личности размыты, наркозависимый не видит, где кончаются его границы и начинаются границы другого человека. Наркомания в переводе с греческого «нарк» – оцепенение и мания, безумие и восторженность. Наркомания – это одно из самых ярких и разрушительных проявлений зависимости, захватывающие физиологический и психологический уровень личности. Недаром наркоманию называют биосоциокультурно-психологическим заболеванием. Наркомания – это прежде всего болезнь, а не дурная привычка или распущенность. Особенно подвержены ей подростки. Переходный возраст опряжен с определенными сложностями. В период полового созревания все проблемы словно наваливаются на хрупкую детскую психику с копом, что нередко становится причиной агрессивного поведения и чрезмерной скрытности тинейджера. Все новое, ранее неизведанное, все признаки взрослой жизни, все желание испытать на себе, объясняют опасность первой пробы наркотиков. Причины наркомании у подростков. В юном возрасте человеку приходится сталкиваться с первыми испытаниями жизни, которые не каждый способен выдержать сам. Психологи выделяют основные причины подростковой наркозависимости. Они подразделяются на физиологические, психологические и социальные. Физиологические причины наркомании. Наукой доказано, что предрасположенность к зависимости передается по наследству. Наркозависимостью больше страдают подростки, чьи родители употребляли наркотики и алкоголь. Психологическими причинами наркомании может послужить травма из детства. Например, сексуальное или физическое насилие, что в дальнейшем без должной психологической помощи обязательно приведет к постоянному беспокойству, стрессам, депрессиям и апатии. К социальным причинам наркомании можно отнести попадание подростка в плохую компанию, где у него обязательно найдутся сверстники, которые для того, чтобы быть как все, заставят употреблять его наркотические вещества. Отдельно стоит причина доступности наркотических веществ. Употребление, как правило, происходит в компании друзей. Ребенком движет желание не отставать от сверстников и быть похожим на всех, но детская шалость неизбежно перерастает в одно из самых тяжелых заболеваний – наркозависимость. Словод можно сделать следующий. От наркозависимости не застрахован ни один человек. Независимо от возраста, социального статуса, финансового положения пола и возраста, каждый может стать жертвой этой коварной болезни. Наиболее доступны наркотики в молодежной среде. Это желание не отставать от всех и быть таким же, как все движет молодежью для того, чтобы они были похожими друг на друга и употребляли те вещества, на которые ему кажет старший товарищ. Но среди наркоманов есть и известные личности, есть люди из несощущенных слоев населения. Ни один наркоман не думал, что станет зависимым, когда пробовал наркотики впервые. Или думал. Тогда еще сложнее. Опиаты – это продукты опийного мака и синтетические наркотики. Один из главных видов наркотических веществ, в их числе героин и морфин. Воздействие на организм заключается в достижении анальгизирующих эйфорических эффектов. Эйфорический эффект состоит из ощущения приятного тепла, релаксации и общей легкости всего тела. Также выделяют угнетение дыхания, снижение температуры тела, сужение зрачков. Кстати, именно суженные зрачки считаются одним из основных признаков при диагностике состояния наркотического опьянения от опиатов. Психостимуляторы – кокаин, эфедрон, экстази – активизируют мыслительные процессы и мозговую деятельность в целом. Препараты являются своего рода энергетиками, снимающими усталость, сонливость, повышающими работоспособность, положительно влияющими на настроение, физическую и умственную активность, улучшающую координацию движений. Это целая группа веществ, которые при длительном использовании вызывают в зависимости серьезные психологические отклонения. Канабиноиды. Препараты конопли. Анаша, марихуана, гашиш, план. Вред от курения марихуаны проявляется постепенно, незаметно для курильщика. Курение в итоге разрушает клетки головного мозга, что приводит к таким реакциям, как замедленные движения, ухудшение когнитивных функций, внимания, памяти, снижение интеллекта, заторможенность реакций на происходящее вокруг. Чем чаще человек курит марихуану, тем быстрее развиваются негативные последствия. При этом сам курящий не сразу осознает их наличие и практически не замечает происходящих изменений, хотя для окружающих они становятся уже очевидными. Курение марихуаны вызывает многочисленные побочные эффекты, тошнота, рвота, спазмы органов желудочно-кишечного тракта, тахикардия, головная боль, головокружение. Кроме того, конопля способна вытащить из подсознания скрытые особенности психики и мысли. Особенно опасно курить коноплю людям, у которых имеется нарушение психической функции. Человек может почувствовать агрессию, разозлиться и стать опасным. Галлюциногены – это препараты, вызывающие иллюзии и бред, среди которых ЛСД, РСР, мискалин. После приема галлюциногенов спустя полчаса-час у человека наблюдаются повышение температуры тела, тошнота, высокое кровяное давление, потеря чувства направления, расстояния и времени, потливость, возбуждение, паническое состояние, потеря контроля над своими действиями, психоз, паранойя, изменение сознания, резкая перемена хорошее настроения, состояние депрессии. Даже однократный прием ЛСД может привести к изменению генетического кода и необратимо повредить головной мозг. Действие наркотика продолжается до 12 часов, в результате чего формируется психическая и физическая зависимость, обостряются вспыльчивость, злобность, агрессивность, появляется необоснованная тревожность и подозрительность, возможной попытки суицида. Снотворно-седативные вещества. Это барбитурат и транквилизатор. Летучие наркотические действующие вещества различного рода газы, ингаляторы, таблетки. Наркотическое опьянение возникает после приема дозы, что как минимум втрое превышает терапевтическую. Важную роль играет установка на получение эйфории. При длительном употреблении снотворными являются утомляемость, падает внимание, снижается умственная деятельность, падает работоспособность, больше работают лишь короткими периодами при условии приема достаточной дозы и достижения состояния психического и физического комфорта. Сужается круг интересов. Больные становятся раздражительными и злобными. Как выяснить, принимает ли человек наркотики? Прежде всего, прямой вопрос. Если ваш ребенок принимает наркотики, то он не сразу ответит вам «нет», а если прямо ответит «нет», то, как правило, беспокоиться не о чем. Есть визуальные признаки внешнего вида и поведения. Изменяется скорость речи. Говорит слишком быстро или слишком медленно. У ребенка наблюдаются проблемы с координацией. Ноги либо заплетаются, либо вообще не может на них устоять. Если человек употребляет опиаты или чрезмерное тозуне наркотиков и обычных таблеток, например, обезболивающего, он будет засыпать. Зрачки не реагируют на свет. При употреблении опиатов они максимально маленькие, при употреблении психотропных зрачки расширяются во весь глаз. Бессонница на протяжении 2-3 дней тоже показатель. После нее подросток может заснуть сразу на 20 часов. При употреблении марихуаны наблюдается покраснение глаза. У ребенка начинают появляться изменения в аппетите. После употребления конопли он будет испытывать сильный голод и нажимать на сладости. При употреблении опиатов или наркотиков психотропного действия аппетит полностью пропадет. К вещественным доказательствам относятся след от уколов и предметов, которые сопровождают жизнь наркозависимого. Шприц, игла, закопченная ложка, резиновый жгут, пустые упаковки от противоаллергических препаратов, сложенная фольга, стеклянные пузырьки с капельницей, жестяная банка с вырезанным окошком, ватки. Наркомания – болезнь. Ее надо лечить. Как же действовать родителям, если ребенок употребляет наркотики? Чтобы помочь избавиться от наркотической зависимости, в семье должны быть доверительные отношения. Общение, советы помогут справиться с имеющимися проблемами. Важно убедить подростка, что зависимость надо лечить. С помощью поддержки родителей можно добиться того, что подросток отказался от наркотиков. Лечение подростков от наркозависимости. Способ первый – привык тинейджеру в страх перед наркотиками. В рамках подобного лечения тинейджеры наказывают за то, что он употребляет наркотические вещества, лишают карманных денег, ограничивают в свободе действий и вводят другие санкции. Это вызывает у ребенка боязнь использования запрещенных препаратов. Способ второй – кодирование, когда ребенку на психологическом уровне внушают, что наркотики употреблять запрещено. Если специалист мастер, то он поможет добиться того, что подросток не будет использовать запрещенные вещества. Попробуйте закодировать или заговорить подростка у экстрасенса. Если же кодировка и заговор не помогут, необходимо отдавать ребенка в специальную наркологическую клинику на реабилитацию. Способ третий – реабилитационные программы применяются в специальных наркотических клиниках. Они длятся около полугода. За это время клиника перестраивает личность наркозависимого и избавляет его не только от физической, но и от психологической привычки. Чтобы уберечь подростка от наркомании, необходимо проводить профилактические меры. В среде подростков бытует мнение, что наркотики помогают расслабиться и успокоиться, что от наркотиков всегда можно отказаться и они сами никогда не станут опустившимися наркоманами, что наркотики употребляют сильные и талантливые люди. Профилактику наркомании необходимо начинать как дома, так и в школе, причем с начальных классов. Детям следует предоставить доходчивый материал в виде устной или печатной схемы. Это могут быть уроки, лекции, книги, брошюры, аудио и видеоматериал, документальные и художественные фильмы по этой злободневной теме. Наиболее эффективна организация спортивных, творческих мероприятий для детей. Важно формировать культуру и моду на здоровый образ жизни. Однако главный профилактический эффект достигается воспитанием в семье родителями. Статистические данные говорят о том, что если молодого человека в возрасте от 10 до 21 года удержать от курения спиртного и наркотиков, то вероятность того, что этот человек окажется в числе наркоманов, практически равна нулю. Профилактические меры ведутся в школе и учебных учреждениях и включают Строгие меры противодействия к курению, распространению алкоголя и наркотиков. Информационно-просветительскую работу среди учащихся и их родителей. Своевременное выявление неблагополучных семей коррекции условий семейного воспитания. Своевременное выявление и разрушение групп для членов которых характерны отклонения в поведении. Организацию досуга несовершеннолетних в значимых для них и социально поощряемых формах. Исследование личностных ресурсов учащихся. Тренинги социально-психологических навыков устойчивости подростков к употреблению психоактивных веществ, приводимые специалистами. Главным правилом для всех является уметь отказаться от предложения попробовать. Ваша жизнь и ваше здоровье в ваших руках. Педагоги, врачи, родители могут вам влиять, помочь информацией, но решение принимать вам самим. Хочется найти... Правильно. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин